Но я, в общем-то, как это обычно бывает, уже сбился и уже ушел от плана. Дело в том, что я собирался сразу после того, как рассказал вам Найман, почитать его стихи. Я выбрал понемножку, потому что, ну ясно дело, люди по 50 лет писали, и стихи разные. Но, может быть, надо сразу за каждым, чтобы вы не запутались, хотя бы такое вот представление. Поэтому я сначала Бобышева отложу, так, теперь мне главное, да, я хотел показать вам фотографии. Вот на нижней фотографии вот здесь, вот, видите, какой манерный, из пером. Это мальчик, там, ну, 20 и с чем-то лет, который считает себя поэтом. И он действительно поэт, потому что, между прочим, Бобышев не так прост. Надо сказать, что Ахматова посвятила одно из самых последних, одно из лучших стихотворений, которое называется «Пятая роза». Оно посвящено именно Дмитрию Бобышеву. Он привез ей на день рождения пять роз, четыре засохли, а одна осталась, пятая. Вот. Так вот, Ахматова любила этих своих ребят, всех, ну, там даже, ну, общалась с каждым совершенно по-разному. Они были все разные. Меньше всего она, конечно, общалась с Рейном. Ну, представь, Рейн, вообще, это отдельная тема. Я, если сегодня не успею, может быть, я сделал бы отдельный какой-то вечер у него, тем более, там, 20 декабря день рождения, хотя 75 лет ему будет только в следующем году. Больше всего она, конечно, сошлась с Бобышевым. Он ей был близок. А Бродский, Бродский, когда ему Рейн сказал, поедем, я тебя познакомлю с Ахматовым. Он говорит, как ты, что ты загелеваешь? Она же умерла давно. Да нет, говорит, она жива, вон в Комарово живет. То есть он считал, что это великая поэтесса, не может быть современницей. Но, во-первых, Ахматова, она сразу увидела в нем класс. И она его сразу выделила. Он даже в одну зиму снимал дачу в Комарово. И практически каждый день с ней общался. И у него есть целый цикл. По-моему, там, типа Комаровская зима, что-то такое. Целый цикл стихов. Но однажды Ахматова ему сказала, а ведь вам не нравятся мои стихи. И Бродский признался, да. Потому что он любил Цветаеву и Пастернака, Мандельштам. А Ахматова со всеми вот дамскими штучками она ему была. Но он понимал величину, понимал величие этой женщины. И вы представьте, что ему в ту пору-то было... Она умерла в 66-м году, ему было 26 лет. Он самый молодой из этой четверки. Потому что все остальные ребята, значит, самый старший был Рейн. Но он 20 декабря 35-го, это, считайте, почти 36-й. И 36-го Найман и Бобышев. Ну, 4 года. Но при этом, если вы помните из моих рассказов, что Бродский в 8-м классе встал, ушел из школы и больше никогда в нее не возвращался. И когда он начал общаться с ребятами, они заканчивали института. Они были трое студенты одного и того же института технологического. Причем Рейна из этого института на 4-м курсе выпнули. За то, что он, значит, создал настенную литературную газету под названием «Культура». Еще сказали спасибо, скажи, что только из института вылетел. Ну, и, значит, он пошел в холодильный институт. Там как-то его, в общем, закрыв глаза, на все взяли на 5-й курс. Он кое-как его, значит, закончил. И получив диплом холодильщика, он никогда в своей жизни по специальности не работал. Вот. А Бобышев тоже инженер-химик. Ну, тоже к химии, в общем-то, не очень-то был. И из всей вот этой четверки, Найман, значит, это был литературный секретарь. Бобышев это был, в общем-то, человек, с которым поэтическая связь была большая. В Бродском она чувствовала величину. А Рейн этот человек особый. И о нем, если будет время, в конце расскажу. Так вот, я вам прочел стихотворение Наймана, из которого все началось. А тут еще как бы парочку. Мотылька губной помады на рубашке на плече. Не прихлопывай, не надо, не споласкивай в ручье. А войди с ним, глаз не пряча, в дверь, где прошлое прожил. В обворованную дачу развалившийся режим. Встань под сводами пропорций чистых. Вспомни, однолюб, как возвел ты и испортил жизнь, не красившую губ. И зрачком в зрачок подруги, не мигающему прись. Так, чтоб медленные струи, скорбь смывая, полились. Я перебрал много стихов, мне хотелось что-то такое выбрать, но прежде всего то, что нравится мне. У Наймана для меня это было достаточно тяжеловато. Вот у него в 2000-х годах родилась внучка, и он посвятил ей целый цикл огромный. Там на рождении, и когда ей год, там и полтора, и два, и три, и так далее. Я выбрал колыбельную для внучки. Мне показалось, что она вам тоже как-то глянется. Муха спит на потолке, рыба спит на плавнике, птица дремлет под крылом, пес под письменным столом. В центре неба спит звезда, спит толпа туда-сюда, пояс спит на всем ходу, спит пчела в своем меду, спит овца с волчицей врозь, вместе плохо им спалось. Спит зима белым-бела, вся земля в постель легла, всех на свете клонит сон. Спит на кафедре Джон Дон, спят в церквах колокола, спи, Джон Дон, твоя взяла. Спи, Владимир Соловьев, напери немудрых слов, больше их не тронь, не трать, на Софию дай ей спать. Спи, София, Соня, спи, перед сном сходи пипи, в теплоту ей мякоть ляг, как лягушка и хомяк. Слышит Бог твой сонный вдох, сосчитай теперь до трех, спи, как снег, трава и мышь. Тихо-тихо, вот и спишь. Так, ну вот, несмотря на то, что я отобрал, я все равно пропущу. А вот немного химии, называется, творим немного химии. Ни ангелу свеча, ни черту кочерга, Жизнь с совестью копчу и пеплом мозга перчу, Льну спичка к фитильку, Вон, ночь-то, как черна, А кровь-то чуть тепла, Затапливаю печку, Дым мраморный, как столб, И бронзовый квадрат окна. Вот я, вот все, чем кажется деревне, Ват лепестка, ларца горящего карат, И шелк золы. А чем зола не удобрение? Но выжженных моих соль шпилек, Брошек, ил, Растворена в крови, в вине, в огне, как калий, Меж бусин и семян, и хмеля, и белил, Чьих формул нет среди фабричных химикалий, В органике судьбы, как минеральный сон, Которого следы я вылежу и вытру, Растворена язык, покалывая соль, Не вываренная в казенную селитру, Горение судьбы на хрупком фитиле И в сундуке печи Есть жар и свет, и сажа, и дым. Спасибо им, но больше всех золе, Она мой прах и соль преджизненного кряжа. А что мой свет коптил, и быстро жар потух, Так все всегда легко встают и как-то лягут. Хотел быть кочеркой, Но так был хворост сух, что нет нужды. Хотел свечой, но воск был мягок. Ну вот эпитафия, мне почему-то показалась, Хотя она написана в 62-м году, Но как-то она так, ну, Он нажил 30 друзей, Три сотни врагов, Среди которых и 30 те перевыли. На сто гостиных он обломал врагов, И столько же прача кости ему перемыли. Он леса свел на бумагу, поди гектар, Он леса свел на бумагу, поди гектар, И сажи в чернила сыпал, не меньше пуда, И до копейки за все получил гонорар, Ровно на жизнь. Но он ждал от жизни чуда, Он боль перенес, считай, миллионы раз, Уколы, обиды, пинки, Хорошо не побои, И столько же стыд, И еще больше страх, Поскольку сам был разносчик обид и боли, Он чудо ждал, Оно ему не далось, Сперва любви, Потом бессмертности, После думал, Что тайну судьбы откроет, Потом, что авось, Случится что-то такое, И вот он умер.